Сегодня, иншаллах, мы с вами начинаем серию уроков по таджвиду для начинающих, с первого уровня, можно сказать. Подождем, пока соберутся, иншалла. Да, пару минут подождем, и после этого продолжим. Хотелось бы, пока все собираются, чтобы все написали, ну, возможно, свой уровень, что учили, может, по таджвиду, да, пока сестры собираются. Знаете ли вы буквы, знаете ли вы правила, читаете ли вы Коран? Иншалла, эфир я сохраню, бивниля, да, параллельно эфир в Фейсбуке и в Инстаграме, вот, да, поэтому пишите. В Инстаграме уже более привычное, в Фейсбуке я первый раз подключилась. Ну, иншаллах, эфир, в Инстаграме, как правило, эфир дольше можно сохранить, вернее, в Фейсбуке, в Инстаграме он только сутки. Ну, иншаллах, иншаллах, эфир, ага, знаете, буквы, пишите, да, про свой уровень таджвида или арабского языка, ага, да, иншаллах, эфир, так, хорошо, Машалла, у нас уже достаточно много. Кто подключится попозже, иншаллах сможет посмотреть запись, да, и сегодня у нас будет такой урок больше вступительный, ознакомительный, и так как это с самого начала, но буквы подробно я не буду, прям как пишутся, там, ну, прям моменты, да, чтения, то есть я буду говорить самые основные моменты, и сегодня будет такое ознакомление вообще с курсом, да, и пока сёстры узнают ещё, что такая возможность есть, да, то иншаллах, если сегодня всё, что я запланировала, мы завершим, то завтра приступим уже к более подробным разборам. Сегодня я хотела, да, умеете читать, ага, я начну с алфавита, но не с алфавита, да, подробно вы можете на страничке у меня посмотреть, как каждая буква, а просто вот как бы бегло так по буквам, не без каких-то там чтений, без особых примеров, да. Что-то прервалось в инстаграме, но я решала сейчас остановиться. Хорошо, сейчас соединение ещё раз возобновилось, и мы начнём, да, как раз опять присоединяются все желающие. Бисмилля, да, у нас будет такой курс, иншалла, до рамадана, таджвид для начинающих. Как я уже сказала, я его не назвала с букв, хотя буквы сейчас мы повторим. Ну, конечно, желательно их отдельно, более подробно, каждую разобрать на курсе, курс, да, есть с буквы, в принципе, на которые вы можете записаться, да, и там можете практику пройти, то есть попрактиковаться более подробно. Вот здесь мы на правило уже больше перейдём сразу. Да, то есть кто хочет себя проверить потом, помимо вот чата, да, то есть какие-то таски сделать по тому материалу, который мы будем проходить, вы можете это сделать уже, записавшись на курс по ссылке в шапке профиля, по ссылке в шапке профиля, да, и иншаллах, там вы уже сможете проводить эти курсы. Значит, важность арабского языка, да, я думаю, каждый мусульманин знает эту важность, ну, ещё можно про неё говорить и говорить. Пару слов, правда, не буду я много об этом говорить, иншаллах, да, То есть Аллах Субханах Тааля в Коране, да, сказал, что в значении поистине мы облегчили Коран, да, его Коран на твоём языке, чтобы они могли понимать. То есть Аллах Субханах Тааля сказал, что облегчил Коран для нас. И, соответственно, арабский язык, он облегчённый для тех, кто хочет это понять, для тех, кто хочет... Сейчас увеличу. Аллах. Да, для тех, кто хочет понять, Бизмилля, арабский язык, является лёгким языком. И это язык Корана. Поэтому Бизмилля, каждый желающий выучить, научиться читать, иншаллах, это сможет сделать. Главное, усилие, дуа, да, делать с причиной для этого. Делать для этого причины. Так. Здесь какие-то технические моменты. Значит, да, как я уже сказала, важность изучения арабского языка. Так же, если мы будем говорить... Если мы будем говорить... Если мы будем говорить о... арабском языке, о важности изучения арабского языка, в другом аяте, Аллах Субханаталя говорит, мы знаем, что они говорят, воистину, и воистину его обучает человек, язык того, на кого они указывают, является иноземным, тогда как это ясный арабский язык. То есть, Аллах Субханаталя говорит о том, что это ясный арабский язык. Аллах Субханаталя говорит о том, что это ясный арабский язык. К сожалению, почему-то в Инстаграме избиваются постоянно. Непонятно. Эфир, к сожалению, постоянно прерывается. В Фейсбуке, аль-хамдулля, хорошо, а вот в Инстаграме почему-то проблемы. Вот. Но, иншаллах, кто желает, сможет также в Фейсбуке посмотреть. Или я выставлю также на впоследствии на YouTube-канале своем эту запись. Для тех, кто желает, сможет это сделать. Значит, чит. Аль-хамдулля, больше не буду про важность арабского языка, хотя это приступим непосредственно к тому, что я хотела сказать. Особенности арабского письма. То есть арабское письмо, как мы знаем, это письменность справа налево. То есть мы пишем справа, там, где обычно поля, да, если справа, мы смотрим, лист, в арабском языке там начало. Также особенность это отсутствие заглавных букв. Так, все, кто видел Мусхак, видел Куран, видели, что буквы, ну, все одной, одной формы, нету заглавных или обычных букв. Отсутствие различия существенного между печатными и прописными буквами. То есть, если написать от руки, да, есть почерки разные, да, то есть арабы, они разные есть. У них свои особенности. Но если это печатный вариант, в принципе, и написать таким классическим письмом в тетрадке, это нормально. Почему? Потому что у нас арабская вязь, да, буквы сцепляются друг за другом, за другом, то есть, это изначально схоже с пониманием прописей, да, арабских или русских, например, когда соединяются одна за другим буквами. Да, буквы могут только изменяться из-за почерка и из-за особенностей шрифта. Арабские буквы различаются по высоте и расположению относительно строчки. Опять же, если вы заглянете в мусор, да, вы увидите, что буквы бывают, которые прямо на строчке находятся, есть такие, которые более высокие, да, и есть такие, которые опускаются ниже строчки, да, то есть и так, и так. Это все особенности конкретной буквы. Арабская книга начинается там, где русская книга заканчивается. Почему? Потому что пишут справа налево и удобнее начинать там, где уже последняя страница в русской книге, там будет первая страница в арабской книге. вот. Да, опять же, проблема с Инстаграмом. Постарайтесь присоединяться в Фейсбук те, у кого проблемы или у кого сбивают Инстаграм. классификация букв на письме. То есть арабские буквы, они, можно их условно, да, или по какому-то принципу разделить на следующие буквы. Во-первых, это буквы, которые имеют одну основу, то есть одну как бы форму с другими буквами, да, то есть одна и та же форма, но отличают эти, отличаются эти буквы между собой, например, точками, да, то есть точка где-то одна, где-то отсутствует точка, где-то две, там, или три точки, да, то есть эти точки могут налаживаться на ту же самую форму. Буквы также есть, которые соединяются с двух сторон, есть буквы, которые соединяются с одной стороны, только справа. Есть те буквы, которые пишутся над или под строчкой, то есть одни пишут и там, и там, то есть начинается над строчкой и заканчивается под, а есть те, которые пишутся только над строчкой, то есть никогда ни в какой позиции не опускается, или опускается только в одной определенной позиции, поэтому эти буквы разные бывают. Есть буквы, которые бывают со всеми огласовками, а есть буквы, которые бывают не со всеми огласовками, то есть это тоже уже там разные буквы по-разному. если мы будем говорить уже конкретно про классификацию букв произношения, то эта тема более объемно и подробно изучается обычно на всех уровнях таджвида, и тут мы будем немножко это затрагивать, когда я буду говорить про буквы, но, конечно, в рамках такого короткого курса это будет недостаточно. более подробно на других уровнях, то есть про каждую букву можно говорить, есть какой махараджуни есть какие цифры. Да. Ну и в дальнейшем кто захочет продолжить, что сможет это сделать. Ну, количество букв в арабском языке это пропустим. Огласовки в арабском языке у нас помимо букв, да, есть еще по поводу количества букв, сразу кто вообще первый раз понимает или смотрит на арабские буквы, должен понимать, что это не какие-то иероглифы, которые каждый там иероглиф, их многочисленное количество и нужно их выучить. Нет, это буквы конкретные 28 букв, которые можно выучить, их формы и все, вы будете знать иншалла как читать. помимо букв у нас есть надстрочные и подстрочные знаки, которые называют русском как огласовки или харакят по-арабски. Эти дополнительные надстрочные и подстрочные знаки, их таких, которые выражают короткие гласные, всего лишь три. И есть еще дополнительно один знак, который не выражает ничего. Значит, здесь чуть-чуть как-то плохо видно. значит, эти короткие надстрочные и подстрочные знаки выражают короткие гласные, или просто огласовки они выражают в звучании короткие гласные. Эти короткие гласные, их три. Это фатха, которая дает звук а, это кассера, который дает звук и, и это главно, который дает звук у, то есть три а и у. Здесь немножко почему-то не знаю, я тут переставляла, как-то оно сместилось, но звук а дает такая косая линия над буквой, если это косая линия под буквой, это будет и, если вот такая как в виде маленькой запятой над буквой, это звук у, короткий, а и у, и соответственно какая-то буква есть, эта гласовка будет с этой буквой, да, например, если у нас буква Б и с такой сфатхой, который дает А, это будет Б, если с кассрой под низом, это будет Б, или с Баммой будет Бу, также у нас есть еще один знак Сукун, да, или как бы немая огласовка, то есть это отсутствие какой-либо огласовки, то есть получается буква просто свой звук без огласовки, без какой-то гласной, да, то есть, например, если мы говорили про букву Ба, значит, это будет Б, да, то есть просто если сверху такой вот Сукун, он в арабском языке обычно если в книгах пишется, пишется в виде кружочка, но в Коране если он пишется, там мы будем с вами брать отдельно тему по этому поводу это ну как бы тема про Сукуны и мы увидим, что Сукуны бывают там разные, но в основном мы увидим в такой значок это будет Сукун, да, то есть он символизирует отсутствие какого-либо гласного звука после буквы, вот, то есть огласовки вот они бывают, да, над буквой А, под буквой и или в виде запятой это будет У. Есть также другие огласовки, другие знаки, которые, ну, впоследствии мы с ними иншалов со всеми познакомимся. И также хотела сказать, что в основе, да, такой наш экспресс-курс рассчитан на то, что мы узнали все возможные правила, которые помогут нам правильно читать сур Аль-Фа-Тиха и последние шесть сур из Курана, да, то есть основа, которая, ну, прям, необходимо каждому ее знать. Конечно, больше за этот период возможно мы не успеем взять, но иншалов вот в рамках этого курса такого нашего до Рамадана мы вот это научимся. Но опять же хочу сказать, что помимо той теории, которую вам у нас как лекция идет, могу дать здесь, конечно, практика она необходима. Если кто желает, он может на практику отдельно как бы записаться, но от вас даже если у вас не получается там записаться на практику, в любом случае постарайтесь все рекомендации, которые я вам буду говорить, выполнять и задавать вопросы иншалов по каждой лекции до следующей до следующей лекции, да, то есть до 8 часов следующего дня вы можете писать, задавать вопросы и писать, ну, я там скажу вам домашнее задание иншалов, в конце, то есть писать там основные моменты какие по уроку и вопросы для того, чтобы, ну, помимо того, что вы сможете на уроке их задавать и также для того, чтобы вы ну, вернее, чтобы я видела, да, что вас интересует и какие какие моменты на какие моменты следует обратить внимание, да, то есть что-то, может, я уже заранее подготовлю, вижу, что какие-то вопросы у вас возникают, сложности в чем-то, поэтому буду готовить ответы на данный вопрос иншалов. Так, инстаграм прямо не слушается никак. Так, секундочку, попробую. Сестры, одну минуту попробую перезагрузиться, потому что или нет в эти я выключу мобильный интернет. Попробую так. так, иншалов сейчас будет лучше, потому что я другой интернет, у меня был мобильный, может быть, этот будет лучше, иншалов. потому что очень сильно выбивала. Хорошо. Слушайте. раньше у меня была такая проблема. Вышла инстаграм, вроде бы был раньше прямой эфир и не было сложностей. Фейсбук первый раз, но альхамду стабильно. Так, иншалов, сейчас будет лучше. Так, хорошо. Значит, как я уже сказала, у нас есть и другие огласовки, про них мы будем говорить позже. это уже говорили. Также я вам сказала про то, что у нас есть гордые и дружелюбные буквы, но только по-другому назвала, то есть буквы, которые соединяются с двух сторон, или буквы, которые соединяются только справа. вот те, которые с двух сторон, они как бы дружелюбные, со всеми дружат, со всеми соединяются, а те, кто не хочет соединяться с последующей буквой, а так как мы по-арабски пишем справа налево, то последующая будет слева. То есть эти буквы, я их называю гордыми, то есть они как бы не хотят с последующей буквой соединяться. Такая их особенность. большинство букв арабского языка, они дружелюбные, то есть они соединяются и справа, и слева. Ну, у нас есть шесть букв, которые будут гордые буквы. Шесть букв, которые будут гордыми буквами. Инстаграм непонятно, что-то проблема, иншаллахэр. Эти гордые буквы, они никогда не соединяются с последующей буквой, как я уже сказала, при этом неважно, какая будет последующая гордая или дружелюбная. Если у нас две, иншаллахэр, сейчас пока так теоретически, потом вы поймёте, если у вас две гордые буквы подряд, то значит, они будут вообще как будто отдельно писаться, потому что с предыдущей она не соединяется, потому что она с ней не хочет соединяться, а последующая потому что все гордые с последующей не соединяются. То есть она, получается, может быть как будто отдельной, как в русском тексте, например, вот мы видим здесь каждая буква отдельно стоит, но тем не менее мы понимаем, да, то есть такие тоже могут быть варианты в арабском тексте, если это гордые буквы. Дружелюбные, да, со всеми буквами дружат, соединяются справа-слева и так далее, да, кроме этих шести букв. Если у нас одни дружелюбные буквы, то такая, получается, вязь у нас неразрывная. Если туда встревает какая-то гордая, то она как бы разрывается путем таких пробелов маленьких, да. в арабском языке в арабском языке у нас есть четыре варианта написания букв в зависимости от ее расположения, да, то есть если в русском, например, языке есть там заглавная буква, в начале предложения, потом там маленькие, какие-то определенные слова, да, с большой могут писаться какие-то определенные слова там с маленькой или там положение, например, как она соединяется с последующей какие-то крючочки, то в арабском языке основа вот как бы четыре таких есть основных вида соединения. Это буква, когда она начинается, начинает слово, да, то есть начало, когда она в конце слова, например, приходит. И здесь важно, соединяется ли она с предыдущей или не соединяется, да, то есть может быть положение, когда предыдущая с ней не соединяется, а может быть, что соединяется. И в середине также она может соединяться с двух сторон, если она дружелюбная, да, или, например, соединяется только с одной стороны или справа только или слева. От этого зависит уже написание, да, то есть от положения буквы и также от того, соседние буквы имеются, гордые или не имеются. если все буквы дружелюбные, тогда у них будет различное как бы написание в начале, в середине, в конце. Если туда встревает гордое, уже будут свои нюансы. иншалла будет понятно, да, ну, кому просто повторение, это будет, да, например, у нас вот буква отдельно, пишем буква Б, видим отдельно, то есть перед ней буква не соединяется с ней, она пишется отдельно. вот в начале слова, или вот в начале и потом еще следующее за ней уже в середине пошла. В начале середине видим, да, соединение и справа, и слева есть, они слитно пишутся с предыдущими буквами или в конце, да, когда она идет слитно пишется, а здесь вот мы видим в отдельности тоже в конце слова. Ну, буква отдельно, если пишем не в слове, а просто буква, да, она тоже будет иметь такую вот же форму. Да, в конце иншаллах будет время для вопросов, я постараюсь на них ответить, потому что не могу следить. В инстаграме были какие-то проблемы, я не знаю, альхамдуля, сейчас вроде бы подключается, там выбивала постоянно. кто может подключиться в фейсбук, тут альхамдуля нормально, вроде бы ничего не перерывалось, сможете пересмотреть начало. Значит, гордые буквы, да, у нас этих шесть букв, они не соединятся с буквы, которые после них, то есть слева, я уже вам сказала, иншаллах, мы просто повторим их. Первая буква это олив, да, обязательно, ну, частая ошибка говорит олив, олив, это не олив, там долгого нету, поэтому сразу олив, это обычная прямая линия, высокая буква, всегда на строчке, то есть ее как бы особенности, и это одна из гордых букв, то есть она не соединяется с последующей, и этим, например, отличается буква ЛЯ, да, которая тоже такая высокая, но она с последующей соединяется, и часто новички путают их. Значит, алив, да, вот такое написание этой буквы самостоятельно, в начале, одинаково, да, потому что предыдущей нету, а с последующей не соединяется, и в середине, если с ней есть соединение, и в конце, если есть соединение, но следующей нету, То есть у букв гордых у них всего лишь два написания. Всегда они будут в начале и в самостоятельном написании одинаковые, то есть одна форма, и в середине, если с ней есть соединение, и в конце, если есть соединение, будет другая форма. То есть, по сути, вы должны понимать, что это условные такие обозначения, потому что в начале, например, если в середине будут две горды подряд, то они тоже будут вот так писаться. Потому что это так, условно, но чаще всего оно совпадает. Потом у нас буква Даль, тоже гордая, да, мягкая. Это Даль, Даль, Ду, Ви, да, не надо ДО, ЛО, ДУ, ВИ, там, или как-то твердо, это буква мягкая, при этом не нужно чрезмерно ДЯ, там, говорить, как-то уже смягчать согласовками ее. На сухуне она у нас имеет калькуль, такой быстрый звук АДИ, АДИ. Часто ошибка делают какой-то гласок АДИ, АДИ, или АДИ, или еще что-то. Это неверно. Делаем, чтобы в сухуне никакой гласный звук АДИ, да, чтобы не был слышим, если у нас нет там никакого-то гласного. Написание, да, самостоятельное в середине есть, ну, мы это повторяем с вами, да, то есть кто хочет каждую букву отдельности, может посмотреть записи у меня там на страничке этих уроков по каждой букве в Инстаграм, или в Ютуб-канале тоже там есть, там уже больше букв выставлено, на страничке еще не все. Следующая буква, это буква ВЕЛЬ, мягкая буква, да, бывает иногда проблемы у сестер с ней, ну, в принципе, с каждой буквы бывают проблемы, у каждых сестер по-разному. Значит, да, согласовками это будет ЗА, ЗУ, ЗИ, на сухуне АДИ, да, то есть внимательно часто говорить АДИ, АДИ, нет, АДИ, да, например, ИЗ, да, не говорим ИЗИ. Пишется, как и предыдущая, да, и только точка, да, мы видим форма одна, как я вам говорила, некоторые буквы имеют одну форму, отличаются точками. Следующая буква РА, буква РА, сразу как бы с ней бывают чаще всего, наверное, проблемы у всех, и начиная с нее, вот хочу вам сказать, так как буква, ну, вот от предыдущих отличается тем, что эта буква, она бывает и мягкой, и твердой, да, то есть и мягкой, и твердой, у нее позиция есть в мягкости и в твердой. И часто эту твердость пытаются преувеличить, ролл, ролл, говорят, а там как-то, делают ей те сефаты, которые у нее нету. Она, буква, мунфатиха, то есть у нее такие сефаты, которые не подразумевают сверхтвердость, они, она твердая за счет тавхима, да, поэтому, когда пытаются сделать сверхтвердое, получается часто округление, что не верно. Вот с огласовками, и я как бы прерывался там эфир в Инстаграме, поэтому хотела сейчас сказать, огласовки очень внимательно. Огласовки, например, если мы говорим фатха, то это фатха от фатха, мы легко, умеренно, важное слово, умеренно открываем рот. Если вы посмотрите любого чтеца, вы не увидите у него чтение чрезмерности, когда учат, что открывайте рот, чтобы там залетела ворона туда. Нет, открываем умеренно, ба-та-ро, не нужно ба-та-ро, то есть этот звук изменяется, и реально я знаю сестер, у кого были из этой чрезмерности проблемы с тем, что ее заклинило челюсть. Это не шутки, такое, ну как бы реально история вот из одной из моих одногруппниц, когда, ну как бы, она вот сильно старалась открывать челюсть. Поэтому, как вы, ну открываем умеренно, значит, и с другими буквами, да, это не только с ра, просто ра, у нее еще бывает чрезмерность, ну там и махраджи, свои нюансы, да, то есть, ну такие моменты просто упоминаю, основные, это не английское, не говорите ро-ро, да, то есть это сразу неверно. Кончик языка, он вперед, должен быть, не загинать его назад. Написание у нас, опять же, так как гордая буква, два таких, два таких, соединением, согласовками, да, ра-ру-ри, а-ру, она на суккуни, такая, придерживаем немножко, а-ру, маленькая такая, есть вибрация, как на языке должна ощутиться, при этом а-ры неверно, то есть резко, а-ры, нет, это, значит, вы не смогли его придержать. А-ру тоже неверно, когда назад язык, как английскую, загибают. Или а-г, когда ее вообще не слышно, полотно зажимает до конца, тоже это неверно, то есть такая, эта буква-срединность у нее есть, да, то есть это учитывайте, и в общем, да, то есть чтение Корана должно быть легким. Часто бывает, ну, из-за того, что какие-то психологические барьеры, страх, что не получится, бывают зажимы какие-то, которые не дают правильно читать, другие буквы также, да, ну, и поэтому бывают какие-то сложности. Постарайтесь читать вот легко, не зажимая какие-то, ну, органы речевого аппарата, потому что это влияет на ваше чтение. Далее харфы Зай, звук З, да, то есть это харф Сафир, здесь важно, чтобы этот Сафир был слышен, то есть это не С, З, З, да, то есть такой непонятный. У нее четкий звук вот этого Сафира, З, да, то есть на Сукуни, З, 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 то есть мы слышим, это не должно быть, З, 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 да, такой неслышимый звук. Ну, я вам не знаю, как, потому что в телефоне, как наслышно, пытаюсь чуть-чуть громко сказать, конечно, в чтении так вот прям громко не бывает, поэтому я не понимаю, ну, как бы звук как передается в компьютер или в телефоны, поэтому здесь такой момент, да, ну, и на Сукуни эта буква имеет продолжительность, у нее есть Рахауа, у нее эта Рахауа, Рахауа, она дает букве быть, прочитать, как бы читаем эту букву какое-то время, да, то есть не, не как, например, Даль была Ады, да, быстро она читалась, Скалка, нет, З нужно придержать, Аз, Аз, да, не Аз, Аз, это ошибка, поэтому это учитывайте, написание Пакура, только точка одна сверху. Значите нюансы, обязательно себе запишите, кто там не знал, да, кто знал себе, просто повторите, а кто не знал, обязательно пропишите, так, что это мы читаем быстро, это потому что вы забудете 100%, они там разные, они похожи, например, это то читается так, это так, и точки, да, то есть если вы это только начинаете, обязательно каждую букву пропишите ее, вот, особенность, прямо, прямо словами, да, это так, это так, это так, чтобы вы в случае необходимости могли вернуться, и у вас, если будут вопросы, вы сможете задать, потому что, ну, как бы, прослушивать все время, даже вообще идеально это, когда вы сейчас меня слушаете, вы себе делаете конспект, что вам не было необходимости переслушивать еще и еще и еще раз, ну, как бы, эту запись, да, то есть кому-то, может, хватит одного раза, и все, а кто-то, если нет, так можете прослушать. Эфир я сохраню, но вот было в начале урока, например, что-то там я смотрю, проблемы в Инстаграме, возможно, начало не сохранилось, но вы сможете посмотреть, иншалла, в Фейсбуке или на Ютубе, я потом выставлю без меня запись. Следующая буква, последняя буква из гордых букв, то есть шести, это буква Вау, буква Вау, ее Махарыч Губы, здесь мы, как бы, отцент делаем на губы, только не чрезмерно, отцент не Вау, Вау, А, У, вытягиваем, Вау, Вау, то есть губы у нас вытягиваются, при этом зубы как-то подальше, да, но трубочка маленькая, У, У, ну, показываю, какая трубочка, да, и Вау, Ву, Ви, когда говорим Ву, то есть Вау еще и с даммой, то мы как будто еще вперед больше. Чрезмерно вытягивать на Вау, хотя она, ну, подразумевается, что губы нужно хорошо вытянуть, но не чрезмерно, да, потому что если чрезмерно, это будет У уже как на чрезмерно, потом еще дамму как вы сделаете, то есть у нас У, это еще с даммой, У, Вау, Ви, с огласовками, и если на Сукуне, эта буква тут бывает, она бывает и с долгими, как и элиф, и бывает, ну, там у нее своя особенность, на Сукуне она бывает и харфмад, и харфлин, но, иншаллах, про это будем говорить еще позже. На письме мы видим это как большая такая запятая, или соединяется с одной стороны, да, или вообще не соединяется, смотря какая буква перед ней идет, гордое или дружелюбное. Ну, здесь примеры, в принципе, можно сделать такой маленький опрос, смотрите, я прочитаю вам пример, и вы скажете, верно ли я прочитала, и если верно, то плюсики ставьте, или верно, если неверно, то в чем не неверно, да, пишите как бы, из того, что я сказала. зиры, значит, если верно, плюсик, если что-то я прочитала неверно, ну, поставьте минус, и, ну, хотя бы минус, уже ладно, вертикально, при произношении, ара, язык вертикально, когда будет стоять, я не поняла вашего вопроса, это вопрос, неверно, что неверно, почему неверно, да, то есть, у нас нет вот этого резкого звука на суккуне, да, зиры, то есть, это неверно, да, правильно, еще момент, вот если вам не сказала, вот здесь на примерах, как раз вспомнила его, что если у вас буквы с огласовками, они должны быть одинаковой длины, то есть, это очень важно, помимо правильности произношения огласовки, то есть, фатха, да, как я уже вам сказала, это умеренное открытие рта, плюс, это не должно быть истиарат, ну, еще с алифом, это будем говорить, то есть, сзади, например, широкий язык сзади не должен быть, потому что на твердом, например, да, да, там, да, если вы делаете истиарат, он дает вам тоже другой звук, неправильный такой, на твердость, потом, одинаковый, каждый слог, вот эта буква с огласовкой, они должны быть одной длины, то есть, это независимо от огласовки и от буквы, то есть, например, если у нас здесь пример, ди, ди, рада, да, то есть, должно быть ди, рада, если я скажу ди, рада, ди, рада, то есть, я как бы подтягиваю, эта огласовка, она остается длиннее, это уже неверно, то есть, они должны, в арабском языке, ну, в русском, например, ударение за счет огласовки, длины, может быть, в арабском языке это неверно, потому что длину передает отдельные буквы, да, ди, это уже будет долго, его здесь нету, поэтому важно, вот это ударение в арабском будет за счет акцентирования, а не за счет длины, ну, плохо видите, возможно, потому что инстаграме чуть далеко, ну, приблизило, посмотрите, может, лучше, будет, как лучше, сестры, хорошо, в фейсбуке отлично видно, тут как раз на счет экран, ну, мне так кажется, по крайней мере, хорошо, следующий момент, ну, в принципе, идем дальше, потому что время у нас уже нету, значит, запоминаем такие маленькие моменты для запоминания, все короткие слоги всегда одно и длины, независимо от буквы и огласовки, да, то есть, да, например, равно по времени звучания, например, ди, хотя у них разные огласовки, это разные буквы, то есть, они должны быть одинаковы, иначе в ощущении будет неверно, у вас будет где-то их телят, где-то мат, мат, то есть, начинается ошибка часто, когда начинают огласовки тянуть, больше нужного, это часто, вот сейчас, почему-то, такая ошибка встречается, там, бис, ми, ля, то есть, бис, ми, ля, то есть, ми, медленно, быстро, потом, еще как-то, то есть, как-то свои, длину свою, под свою мелодию подстраивают, что не является верным, да, должна быть определенной, вот, длина у каждой буквы. На сухуне могут отличаться, как я вам говорила, да, ара такая средненькая, например, зай, она чуть длиннее, вот, из тех хотя бы, которые мы брали, дали она быстро, то есть, уже эти буквы отличаются, да, например, быстро, как даль, ады, на сухуне, или чуть-чуть дольше, как ра, ару, да, то есть, она не ары, ару, да, такая маленькая, у нас есть так эта игра, или, как из тех, что мы брали, зай и даль, эз, эз, да, то есть, она, как бы, чуть-чуть, чуть-чуть дольше звучит, чем, например, ра, и еще дольше, чем даль. Важный момент, вот тут все сестры пишут иногда, буква ра, буква ра, ой, это ра, у меня, как ножом по сердцу, не пишите ра, у нас о в арабском языке нету, это из-за чрезмерной, чрезмерного тавхима, часто буквы, кажутся о, 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 ро, о, нету буквы о, когда придают буквам, не имеющие им цифру, или чрезмерность этой цифры, даже твердые буквы можно сделать с округлением, потому что это чрезмерность, буква о, она твердая, например, буква, у нее все цифры сильные, но делают чрезмерно о, 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 и звук такой, но это свои моменты, сейчас мы их не помним, но, то есть, о в арабском языке нет, у нас буква а есть, поэтому о, забудьте клавишу о, когда пишите про арабские буквы. Хорошо, рот не округляем, и махрач тоже не округляем, да, то есть не делаем вот этот, ну, там еще моменты какие-то могут влиять, на это, про них пока не говорим. Огласовки читаем четко и правильно, да, например, если это и, мы говорим и, би, ти, они, бэ, тэ, да, то есть, что-то такое средненькое, если это а, то мы говорим а, то только, правда, не переусердствуйте, а то некоторые говорят о, о, пошире сделаю, пошире язык, пошире рот, и встает звук, истиарад, или имя, может быть из-за этого, или, 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 то есть разные ошибки из-за чрезмерности в открытии или напряжении бывают. Ну, это вот то, что хотел сказать. Поэтому. Так, следующее у нас, ну, если у вас возникают вопросы, ну, те, которые вижу, отличаю, которые не вижу, начало дальше. Буква Б. Буква Б, написание, знаете, посмотрите, кто не знает, какие-то моменты в записи, другие, у нас уже здесь это, то есть до этого у нас были все гордые буквы, это уже все дружелюбные, дальше у нас все уже со всеми дружат, со всех сторон соединения, мы видим самостоятельное, в начале, в середине, в конце. Буква Т. А, буква Б, ну, здесь примера просто не было, на сукуне, согласовками, это Б, Б и Бу, на сукуне она имеет фалькуру, быстро читаем, быстро читаем, обязательно, чтобы не было никаких огласовок, ни А, ни А, Б, ни А, там и еще как-то, А, Б, А, Б, Буква Т. Смайлих такой арабский, канал называется Умалик, Умалик, ну, кто хочет, скиньте, напишите мне в директ, кто, я скину, иншалла, я потому что, ну, вот такой значок там у меня, как в канале, вот как здесь, если вы видите, увидите, иншалла, умалик, английскими ум, умалик отдельно, иншалла там, буква Т, смайлик, да, две точки сверху, все буквы такой формы, как ибо, они одинаково везде пишутся, только отличаются точками, значит, начало-середина, конец, единственное, что у нас есть еще одна буква, которая называется Тамарбута, вот она здесь самостоятельно написана и в конце, потому что это буква, которая пишется только в конце слова, она в середине, в начале не приходит, про нее отдельно еще тоже будем говорить, она сюда входит, и еще как бы сочетается с другой буквой, с буквой ГА, которая имеет ее форму, по сути, она форму имеет буквы ГА, но точки от буквы Т, и она с огласовками, когда ее читают, она будет читаться как ТА, но при остановке, то есть остановка будет на суккун, она будет читаться как буква ГА, поэтому она как бы такое, между двумя буквами, с огласовками это будет буква ТА, да, будет читаться у нас, ТА, ТУ, ТИ, с суккуном, ЭТ, У нее есть такой, как сказать, ХАМС, но при этом она читается быстро, АТ, не АТС, да, то есть мы не тянем, но у нее, потому что у нее там сефаты, ЧИТ, да, читается быстро, как ЭХТИКЯК, да, так идет трение, так быстро, АТ, АТ, ну, не нужно чрезмерствовать, опять же, не знаю, как слышно, поэтому пытаюсь чуть больше показать, что не было АТС, АТС, да, то есть на ЦИ какой-то похожий, или на С, или еще что-то, то есть умеренно здесь, ну, это все вот эти моменты, конечно детально на, ну, уже с учителем, да, когда вы на уроке, конечно, учитель уже слышит, и вам может откорректировать чуть больше, чуть меньше. Следующая буква С, С, у нас три точки, также пишется как ТА, ТА, СИ, с огласовками, ЭС, эта буква уже чуть-чуть, как бы протягивается на сухуне, да, это третья, вот степень, помните, мы говорили, есть быстро, который на сухуне, есть средний, и есть чуть-чуть дольше, арахава, который, вот это к этим, который дольше, третья, третья группа, они все одинаковые, длины, да, какая там была буква ЗАЙ, например, буква ЗАЛЬ, СА, они длины на сухуне одинаковые, и больше всего, и буква, так как и ТА, только три точки, это, следующая, буква НУН, буква НУН, она во многих правилах, иншала, будем с вами брать эти правила, ну, в таком мини-формате, чтобы научиться читать именно эти суры, которые нас интересуют, пишется немного ниже строчки, согласовками, на НУНИ, НУН, на сухуне средний, да, у нее много правил есть, связанные с ней, иншала, будем брать, следующая буква Я, такое написание, как УТОЧКА, две точки снизу, снизу, в конце и отдельности, такую форму будет иметь, в начале, в середине, если соединяется, будет форму, как и УТА, только точки снизу, согласовками, Я, Ю, ИИ, внимательно, чтобы не было, ХИ, 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 часто про, у сестер, в Сурат-Аль-Фатиха, там, с удвоением, как раз вот, тут важно, ну, мы удвоение еще будем брать, но на сухуне, да, АИ, АИ, а не АХИ, или АЕ, АИ, то есть и не быстро, и без воздуха, там нету АХИ, АХИ, да, как будто ХИ, нет, и на сухуне, в Сурат-Аль-Фатиха, у нас есть, ИЯКА, да, чтобы не было, ИХИ, ИХИ, часто ошибка, ИХИ, ИХИАКА, или вообще говорят, ИЯКА тянут, еще что-то там такого, или просто ИЯКА, говорят вообще без удвоения, то есть разные ошибки, она также бывает из долгих, про это будем говорить позже, написание, все знаем, и здесь вот как раз про долгие буквы, долгие буквы у нас, это АЛЕФ, АЛЕФМЕДИЯ, конечно, про нее нужно отдельно еще, целый прям, урок вести, да, то есть я вам уже говорила, вот про фатху, то, что то и про АЛЕФ, у нас есть долгие буквы, долгие буквы, они в два раза дольше, чем огласовка, например, с буквой у нас БА, если у нас будет стоять после этой фатхи, еще АЛЕФ, то она будет тянуться в два раза дольше, БА, БА, ну, опять же, два раза не БА, потянули еще пять раз, это уже там другая история, да, то есть мы тянемь в обычном, МАТ, то есть без каких-то причин, БА, РАГАТА, БА, БА, не переусердствуем, не сокращаем ни БА, а если у нас после фатхи стоит, то есть буква какая-то, на дне фатха, после нее АЛЕФ, АЛЕФ никогда ни с какими огласовками не бывает, если там какие-то знаки, или это подставка под какую-то букву, или это, ГАМЗА там, или ГАМСТЕЛЬОСАЛЬ, или еще там, просто она стоит, если на дне ничего нету, значит, это будет ХАТХМАТ в Куране, значит, пусто на дне должно быть, перед ней фатха, значит, АЛЕФ долгий, БА, например, ТА, ТА, и так далее, широко рот не открываем, прям чрезмерно открываем, умеренно, то есть это не БА, БА, закрыли рот, нет, говорим умеренно, не БА и не БУ, БА, умеренно, рот открывается умеренно, ПАВЕ, как бы, ПАВЕ называется, естественно, открытие рта, не чрезмерность, ну, и не широкий, и то, что я говорила про фатху сюда, например, у нас, БА, ТА, ТА, НА, ДА, и так далее, с другими буквами, есть у нас долгий ВАУ, то есть это ВАУ, который мы брали, если перед ним стоит БАМА, это долгий, У, БУ, ТУ, СУ, и так далее, да, то есть у нас получится БУ, это просто короткий, и если есть ВАУ, то показывает, что нам нужно его потянуть, такой ВАУ, над ним ничего, в Коране не будет пусто, но перед ним внимательнее должна быть ДАМА, только тогда это мы говорим про долгий, да, какая-то буква, ДАМА, если потом губы мы вытягиваем хорошо, вашу заднюю часть языка, у нас ДАМА получается, ДАМАЛИСЯН, но не ИСТЕАРАД, и не нужно делать поднятие такое высокое, что часто говорят поднятие, на самом деле это ДАМА, ДАМАЛИСЯН, если делать специальное поднятие, часто в нос уходит, БУ, БУ, У, УГУ, говорят такой звук, получается в нос он уходит, язык, у нас ДАМА, мы его группируем сзади, но не поднимаем высоко, не давим, иначе получается звук перенаправляется в нос, частая ошибка слова. Ну, уже сказала примеры, буква Я, когда она приходит без какой-то огласовки, и перед ней КАСРА, она читается как долгий И, БИ, ТИ, РИ, и так далее, опять же, ТЯНИМ, и у ДАХАРАКА, это как бы в два раза больше, чем с этой буквой, БИ, БИ, стало БИ, обязательно делаем, как бы акцент на нижнюю челюсть, не растягиваем, никакие улыбочки не делаем, как некоторые говорят, растяните, БИ, БИ, то есть звук сразу измоняется, если вы посмотрите, БИ, БИ, и БИ, БИ, то есть он такой какой-то неестественный, натянутый, нет, БИ, ТИ, РИ, у нас нижняя челюсть, как бы акцентируется, как будто тяжесть на нее падает, при этом, ну, как бы особой, как бы не нужно там челюсть, или этот губу прям сильно опускать, она за счет вот этого тяжести, если вы посмотрите, опять же, на любого чтеца, вы увидите, как он читает, у них там на их лице нету какой-то чрезмерной мимики, артикуляции, как некоторые пропагандируют, ну, в некоторых роликах в интернете, Аллаху Алим, то есть посмотрите на любого чтеца, это как бы удалить этому. И так далее. Ну, особенности я вам сказала уже по ходу, по долгим буквам. Вот. Ой, что-то у нас уже время подходит. Думаю, наверное, сегодня не успею, все, что хотела, но иншалла еще вот что-то возьму, и на следующий раз, тогда мы закончим с вами, ну, как бы буквы, эти особенности, обязательно те буквы, которые мы сегодня я вам расскажу, вот моменты по ним, подведить такие итоги, да, напишите на шоу. Вот так. Сейчас. у нас есть буква Гамза, да, у нас есть Гамза и ее формы, разделить на Гамза и ее формы. То есть у нас есть такой знак, эта буква, она называется Гамза. Буква называется Гамза. Обязательно не Хамза, но по-русски как бы нет этой буквы, поэтому так написано Хамза, но это не Хамза, это Га. Буква Га. В русском языке этой буквы нет. Есть она в некоторых там языках, в украинском, в частности, есть, поэтому кто Га-кает, им хорошо они эту букву знают. Это название Гамзы. Буква Ж. Это читается как такой взрывной звук, в зависимости от огласовки, а, у, и. Или, например, бе, бе, да, такое тут как прерывание немножко. Нижнее горло, ее махрач, да, выход, голосовые связки. Но особенность этой буквы, помимо ее произношения, это то, что она сама по себе это вот этот знак, да, и она приходит на разных подставках. Или в Коране, на самом деле, она приходит в форме разных букв. Но уже в русском языке, или когда, ну, вернее, в арабском, когда мы объясняем, мы это объясняем, как будто это подставки ее. На самом деле, так как это идет из Бабт-ль-Мусав, то есть это дополнительно дописано уже как огласовки, там какие-то знаки, и Гамза также. То есть, по сути, Гамза была написана на других, в других формах, а в частности, в форме, ну, как бы, отсутствовала, в принципе, или это когда на строчке, или в форме Алиф, или в форме УАУ, или Я. То есть, это как бы подставки ее такие, мы скажем, это ее подставки. То есть, она может писаться, если в начале слова, она может писаться только на Алиф, ну, это в арабском языке. В Коране она вот так еще может писаться, то есть Гамза, потом Алиф тоже так приходит. Но в арабском языке обычное, то есть не в Коране так не придет. То есть, всегда на Алиф, То есть это в арабском языке только так бывает, в Коране вот так. Помимо Корана, конечно, на арабском просто там есть свои специфические написания, которые не всегда совпадают уже современному литературному написанию, орфографии современной. То есть какие-то есть видоизменения, но в Коране остается так, как было изначально. Может в виде подставки быть буква «уау», но от этого, от подставки, само звучание «гамза» не меняется, это просто подставка. То есть как здесь, например, «а», так и здесь это будет считаться как «а», независимо, что тут внизу «уау». То есть это просто как бы подставка, а это как-то не меняет букву. Просто так вот она пишется на ней. Или может писаться «я», но без точки, потому что точки, говорят, как бы показывают различие, например, буквой «ба» от буквы «я». Здесь этого различия не нужно, потому что буква сама не читается. Поэтому пишется так. И здесь я написала две «я» подряд, чтобы показать, как оно пишется, например, в начале и как в конце. То есть вот форма будет, например, так или так. Или вообще без какой-то подставки. Может писать это на строчке, да? Это «хамза». Не видно буквы, но вы у себя там увеличьте, как-то по-другому не получается. Потому что это же Инстаграм. Значит, как я уже вам сказала. Секундочку. Марик, пожалуйста, в другом месте берем. Правила написания «хамза» на различных подставках. Это изучается уже как бы в теме арабского языка может изучаться или уже попозже, там, в других уровнях, более высоких тарджи вида. Форма подставки не влияет на произношение, это я вам сказала. Да, это как бы уже орфографические особенности. Тут важны только огласовки. Важно, что «хамза» не твердая буква. Не говорю «о», «у», «ы». Да, нет. «А», «у», «и». Тоже не говорим «э». Некоторые экают. Вместо «а» говорят «э». Или говорят «о» или «э». Это не «о» и не «э». «а». Это как мягкое «а». То есть «а» как смыкание голосовых связок. «а». Да, то есть у нас не может уже ничего произнести, если мы их смыкнули. «Халькала» не имеет. Часто говорят «а». Например, «а, саме». Да, то есть резко так дают. Нет, у нее нету «халькала». То есть у нее есть как бы может быть какой-то акцент, но не «халькала». Хорошо. Это по поводу буквы, по поводу долгое. И по поводу АМСИ мы на этом сегодня остановимся, потому что, ну, как бы все мы не успели, иншалом мы на следующий раз продолжим и закончим по буквам, и потом перейдем ближе, ну, уже по правилам, может, через раз. Если у кого-то есть вопросы сейчас по тому материал, который мы сегодня с вами взяли, я читаю сейчас ваши вопросы и на них отвечу, если таковые будут. Если не будут, тогда мы закончим. Так, для ваших вопросов. Буква РА, когда огласованная... Сейчас, секундочку. Не-не-не, еще сейчас мама придет. Буква РА, когда огласованная фатха читается на А или на О. Ну, это классический вопрос, который я сегодня уже, в принципе, озвучивала. И сестры, кто слушал внимательно, наверное, поняли, что у нас буквы О в арабском языке нету. Ни с какой буквой. И неправильно говорить О. Кто вдруг вас так учил? Он ошибся. Ну, по какой-то причине, или не совсем знал, или еще что-то. Просто ошибся. Буквы О нету в арабском языке. Чрезмерная твердость, которая несвойственна буквы, приводит к тому... Ну, помимо округления, само собой, если вы скажете, округлите губы, у вас будет О в любом случае, даже если твердости нету, да, скажете РО, РО, Мягко НУС О. Но если вы дадите РА, ИСТЯЛЯ, или ИТБАК, еще больше, то это автоматически приведет к тому, что у нас получится О. РО, РО. То есть, если я скажу, даже если я губы не буду округлять, вот я сейчас не округлю губы. РО, РО, РО. Я сделала просто ГЕ, ИТБАК. СЫФУ, КОТОРОЙ У НЕЮ НЕТУ. ХАРФЫ РОА не имеет СЫФАТ ни ИСТЯЛЯ, ни ИТБАК, ни в каком положении. Эти СЫФАТЫ являются СЫФАТ ЛЯЗИМЯ. Они бывают только у СЫФАТ, у БУК ИСТЯЛЯ или у БУК ИТБАК. То есть, у буквы РОА таких СЫФАТ нет. Поэтому чрезмерная твердость, которую часто прокагандируют, говорят, говорите потвердже. РО, РО, РО. РО. И оно приводит к тому, что сложность при изношении Махараджа дает твердость округления. Так, хорошо, я надеюсь, ответила Ваш вопрос. Да, ребенку сейчас иду. Ребенок. У Алиф и Я. Вау, в середине слова есть согласовка. Не поняла. Скажите, пожалуйста, у Алиф и Я. Вау. В середине слова есть согласовка. Ну и не поняла, я так понимаю, или вы спрашиваете, или у этих букв, Алиф, Я и УАУ, есть огласовки. Алиф никогда не приходит с огласовками. Если на дне какая-то огласовка есть, то это, скорее всего, подставка. Вот про Гамзу говорится, которую мы только что взяли. И, скорее всего, если это подставка Алиф, то на дне может быть огласовка, потому что это подставка, это не Алиф, который дает длину. Алиф, который, по сути, дает длину, это только вот, который мы взяли долгий, Фатха и потом Алиф. Все. Остальное, оно может быть подставкой или еще там просто писаться с какой-то ноликом, когда вообще не читается. Хорошо. Все, вопросов больше нет. Все. Иншаллах, хайр. Баракаллаху фикунна. Всем присутствующим. Иду уже к Амире. Амира уже плачет, хочет к маме. Эй, сестры. Иншаллах, хайр. Давайте же оборону не могу держать. Баракаллаху фикунна. Шибханна калагнел. Бихандика шеду ля ля халянта. Стафирка от уголей. Ассаляму алейкум ва рахмату ла баракату. Жду ваши вопросы в чате, в директ. Все вопросы, которые у вас будут, пишите в директ и подводите итоги, что там самое основное было для вас. Сначала тоже можете писать в директ до 20.00 завтрашнего дня. Баракаллаху фикунна. Субханна калагу. Бихандика шеду ля ля халянта. Сахирка от уголей. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.